всем привет друзья вас приветствую сегодня я и зовут меня юлия значит видео сегодня будет моё о пикировке стальвии посмотрите что она у меня уже подросла вот я отсутствовала недельку и вот приехала у меня уже появились настоящие несколько листочков то есть она вот развивается у меня все хорошо и видно я подсыпала как я вам говорила что сюда земельку ей перед отъездом чтобы было ей комфортнее вот ну и сейчас вот по приезду вижу что все таки ей уже необходима пикировка вот чем я решила сегодня заняться но естественно показать это для вас как я это делаю и уточню вам все тонкости и нюансы какие могут быть но хочу вас уверить что сальвия не требует дополнительных каких-то тонкостей то есть принципе такой цветок достаточно неприхотливый так вот значит что для этого нам нужно для начала это емкости я уже буду ее садить на постоянное место то есть вот в это в такой емкости она у меня уже будет расти до высадки и вот как бы считаю что вот этого будет такие вот такого объема достаточно но посмотрю конечно как она там дальше себя будет чувствовать но по крайней мере вот по прошлому сезону мне было вот этих вот емкостей достаточно вот значит обязательно делаем дренажные отверстия чтобы паяльничек чтобы вода если что переувлажнили вода стекла ну паяльничком да обязательно делаем дренажное отверстие с помощью паяльничка так что для этого нам нужно почвенная смесь готовлю ее всегда одинаково уже начинает меня если я не заикнулась об этом начинает меня спрашивать какую почвенную смесь и что вы как готовите то есть это у меня обычный покуп покупной цветочный грунт и сюда я уже добавляю свои ингредиенты как хотите кто как хочет то есть это кокосовый субстрат размачиваю в теплой воде и что есть под рукой вермикулит перлит песок зола все это не повредит нашему нашей почвенной смеси а лишь только сделать ее положительной перлит и вермикулит он делает ее более воздухопроницаемый перлит еще плюс вермикулит удерживает влагу и песок также для сыпучести ну и зола это как и удобрение и против черной ножки по крайней мере я так вот меня моя бабулечка научила значит про дренажное отверстие сказала почва у меня так слегка увлажнена потому что кокосовый субстрат я еще раз повторюсь я разводила в тепленькой водичке вот значит для начала мы берем с вами сеемцы можно вот лопаточкой можно что у вас есть под рукой какой инструменте берем нашу там и вот так подкапываем подкапываем переношу сейчас вот сюда сейчас я вам покажу как выглядит у нас все это происходящее так вот аккуратненько аккуратненькими движениями мы так как они вот у нас близко сидят как вы видите корневая система совсем небольшая то есть другой раз если возьмешь какой-то другой вид цветочка то уже корешки такие большие большие тут совсем чуть-чуть то есть надо быть аккуратными хоть и емкость огромная до земли достаточно но как вы видите корневая система у сальвии совсем малихотная вот так вот вот такой вот корешочек небольшой совсем у сальвии так значит вот мы разделили наши сеянцы далее берем емкость делаем углубление снизу маленечко утрамбовываем земельку так в это углубление берем наш сеянец вставляем аккуратненько корешками и прикапываем как бы вот так вот обкапываем нашу сальвию будущую красавицу ярко-красную которая будет украшать наши клумбы откопали земелька у нас обмела наши корешочки наш кустик вот так сначала мы так ее делаем потом затем постучали что равномерно равномерно у нас распределила земелька как я делаю я потом затем вот так вот уплотняю беру уплотнила снова постучала и снова уплотнила чтобы все пустоты у нас занялись вокруг самого стволика вокруг корешка углубить можно ничего страшного сальвию как вы видите я ее практически заглубила до семидольных листиков вот так вот естественно при поливе наша земель земелька еще осядет и потом по происшествии какого-то время можно будет еще земельки подсыпать далее что мы делаем это поливаем поливаем мы я буду лично поливать с водичкой тепленькой добавлением hb 101 nv 101 кто как говорит 2 капельку на две капельки это взрослые растения я вот так как это еще совсем молодые листья семья копаю капельку на литр водички но сначала я сейчас посажу второй сеемец также значит делаем углубление внизу земельку утрамбовываем лопаточкой берем наш сенец аккуратненько и вставляем и потихонечку начинаем подсыпать земельку со всех сторон затем обстучали видите уже когда обжимаешь она это уже земелька уплотняется то есть это уже расстояние будет несмотря на то что вот она насыпана но я ее не уплотняю когда перед перед тем перед пикировкой плотная уже впоследствии и остается вот это вот расстояние она очень удобно и поливать то есть не перельется и потом если что она уплотнится осядет можно будет подлить тоже также видите я заглубила до семидольных листочков сенец наш вот таким вот образом вот так вот аккуратненько красиво выглядит наша сальвия вот увидите она у вас после пикировки пойдет начнет расти как на дрожжах говорится вот затем сейчас еще 3 3 посажу по 7 7 3 для вас раз уж баночка стоит аккуратненько вот чтобы вам было видно лопаточкой подкапывая и достаем вот так тоже также здесь небольшой корешочек небольшой корешочек поэтому я и говорю что такой емкости хватит сальвии до высадки ее на постоянное место положили сенец и земелькой так вот вот видите насколько земелька у нас осела сколько у нас осталось еще остается место это я еще раз повторюсь для того чтобы подсыпать можно было в дальнейшем удобнее поливать и так вот наши три красавцы три красавицы значит поливать я буду с помощью вот такой крышечки сделала в ней отверстие дырочку так как она теперь смысле мне нравится то что это эффект леечки с тоненьким носиком очень мне нравится этот вариант вот капельку капнула и достаточно всегда пользуюсь если удобряю что-то вот молодые совсем маленькие растеница всегда уменьшаю дозу удобрения потому как они маленькие чтобы не обжечь ни в коем случае не перед чтоб не сгорели наши растеница будьте аккуратны в этом плане что некоторые может быть подумать что лучше больше чем меньше на самом деле нет наоборот лучше не чем перья вот вот в таком случае в маленьких наших растеницах ну и потихонечку вот берем и вот видите какая струйка струйка на маленькая вот такая вот показываю вам вокруг сеянца полили ничего страшного если на листики попадет и тут тоже также вокруг сеянца и всю земельку hb101 прекрасный препарат он как для иммунной как вот если мало ли там какая-то смена обстановки или температуры или перед высадкой или вообще какие-то стрессовые такие ситуации у растеница смело поливайте опрыскивайте можно и поливать и опрыскивать растеницу это не повредит только положительный эффект даст теперь следующий этап наших что делаем дальше с нашими растюшками так как мы их пересадили так как у них корешочки как мы с вами видели небольшие то следующее нужно обеспечить полноценность в росте корневой системы что мы делаем мы добываем в магазине в садовом центре или что у вас есть удобрение где больше всего содержится фосфора то есть смотрим на любом удобрение это должно быть комплексное минеральное удобрение водорастворимое вот сзади всегда есть соотношение того или иного вот этих микроэлементов то есть азот фосфор и калий и мы смотрим где даже где больше содержится фосфора вот например в акварине здесь вообще фосфора 41 процент вот азота 13 и ну и так далее то есть вот например акварин для рассады пертики тоже есть больше фосфора содержится вот полигровый универсал тут то у него у них одинаково 19 19 19 вот и первая подкормочка первый наш полив будет именно на корневую систему то есть сейчас вот мы с вами с hb 101 полили да это уже хорошо вот через недельку ну даже можно через ней пять посмотрите разведете удобрение как по инструкции но только я вам посоветую лучше побольше добавить то есть жидкости поменьше удобрения уменьшить количество потому что все-таки маленькие сеянцы еще раз повторю чтобы не навредить вот и уже будет следующая подкормочка у нас с вами для корневой системы далее поливаем но не переливаем следим с вами с помощью шпажки с помощью зубочистки как я советовала не именно верхний слой а именно смотрим что там у нас внутри то есть окунаем шпажку или зубочистку если она влажная не надо поливать потому что корешочки маленькие и очень легко переувлажнить и тогда как загниет и черная ножка наши сеянцы мы потеряем то есть смотрите чтобы обязательно было дренажное отверстие лишняя жидкость выходила ну и вот вот таким образом полив а подкормка раз в неделю я например свои уже подкармливаю то есть раз 5-7 дней мы можем подкармливать помимо поливов то есть это можно и либо опрыскиванием чередовать раз недельку опрыскиваем по листикам раз недельку поливаем под корень любым любым водоводстворимым с микроэлементами удобрением это может быть как и из гуми да с коричневенькие коричневенькие такие это может быть вот такие розовенькие с фосфором калием и азотом смотря на какой стадии наш будет сеянить вот такая мне у меня для вас такой совет дальнейшем по уходу за наши и вот сальвии ну и конечно же подсветка естественное освещение нужно для того чтобы она не вытягивалась а чтоб она была компактная кустилась и был красивый кустик так что вот друзья мы с вами распекировали красавицу нашу сальвию если вам была полезна пожалуйста подписывайтесь на мой канал будем с вами дальше выращивать красоту у себя дома и в саду пока